6 ноября отмечается день рождения выдающегося русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка, жизнь и творчество которого теснейшим образом связано с Уралом. Его перу принадлежат остросюжетные романы, исторические повести, рассказы и очерки о жителях заводских поселков и таежных заимок. Он хорошо знал быт и нравы уральских приисков, жил в Сибири, потому и псевдоним такой придумал – Сибиряк. Детские произведения Мамины Сибиряка поистине укальны. Любовью и нежностью к маленьким людям пронизана каждая строчка прозы писателя. Он изначально задумывал не обычные сказки, а произведения, которые смогут воспитывать чувства ребёнка, его разум. Не менее ценными являются и произведения, в которых описывается природа. Писатель старался развить любовь читателей к родному краю, сделать их не уничтожителями, а защитниками. Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк родился 6 ноября 1852 года в посёлке Весим в Пермской губернии в семье священника Наркиса Матвеевича и его жены Анны Семёновны. В 12 лет Мамин Сибиряк поступил в духовное училище, но проучился там недолго. Мальчик серьёзно заболел и пробыл дома последующие два года, интересуясь литературой. Окончив училище, в 1868 году Дмитрий стал учеником Пермской духовной семинарии, но церковное образование его не интересовало. В то время Мамин увлекался трудами Чернышевского и Герцена, всё больше погружаясь в литературный мир. Он начал писать первые рассказы, где описывал природу и быт уральских людей. В 1872 году 20-летний Дмитрий уехал в Петербург и поступил на ветеринарное отделение Петербургской медико-хирургической академии, которую так и не окончил. В свои студенческие годы, первые непростые шаги в литературе, наряду с острой материальной нуждой, Мамин хорошо писал в автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко», ставшим не только одним из лучших ярких произведений писателя, но и отлично показавшим его мировоззрение, взгляды и идеи. В 1876 году Мамин поступил на юридический факультет Петербургского университета. И уже тут он понимал, что литература – его призвание. Первые рассказы он подписывает фамилией Томский, но критики, в том числе и именитый Салтыков-Щедрин, не в восторге от трудов начинающего автора. Первый порыв – поставить точку в творческой карьере. Но Мамин решает не сдаваться и год за годом совершенствует мастерство, ищет свой стиль, литературные приемы, образы. Он печатается в петербургской газете «Русский мир» в журналах «Кругозор» и «Сын Отечества». Его небольшие рассказы – в горах, русалке, тайны зеленого леса – рассказывают об уральской природе, об уральском быте и жизни простых людей. По-настоящему литературный талант мамины Сибиряка открывается после возвращения в родные места. Болезнь отступает, но умирает отец. Дмитрий становится главой большой семьи. В поисках заработка он отправляется в Екатеринбург, но устроиться на работу без образования тяжело. Молодой человек занимается репетиторством и быстро приобретает славу лучшего учителя в городе. Мамин пишет в основном по ночам. И скоро в знаменитых журналах Москвы и Петербурга появляются произведения никому неизвестного Дмитрия Сибиряка. В 1882 году выходит серия путевых очерков «От Москвы до Урала». Рассказы в худых душах на рубеже Азии. Герои книг – простые уральские рабочие. Их жизнь очень реалистична. Много места на страницах отведено под описание природы. Об авторе заговорили в литературных кругах. Его сборники быстро распродаются. В эти годы Мамин совершает много поездок по всему Уралу. Изучает литературу по истории, экономике, этнографии Урала. Погружается в народную жизнь. Общается с людьми, имеющими огромный жизненный опыт. Первое крупное произведение «Приваловские миллионы» Дмитрий Наркисович подписывает двойной фамилией. Мамин-сибиряк, которая останется с писателем навсегда. Роман имел большой успех. В 1884 году в отечественных записках выходит уже его второй роман «Горное гнездо», закрепивший за Мамином-сибиряком славу писателя-реалиста. В 1890 году Мамин-сибиряк женится на талантливой артистке Екатеринбургского драматического театра Марии Абрамовой. Вместе с ней он навсегда переезжает в Петербург. Через год после переезда Мария умирает из-за тяжелых родов, оставив дочь и Лену на руках отца. Смерть жены, которую он сильно любил, до глубины души потрясла мамина-сибиряка. Он очень сильно страдает, но все же находит себе силы жить дальше. Он поставил себе цель вырастить тяжело больную дочь, которую ласково называл Аленушкой. Мамин-сибиряк стал много писать, в том числе и произведения для детей, в которые вложил всю свою любовь и нежность к ребенку. Посвятил ей цикл детских произведений Аленушкины сказки. Детские рассказы стали классикой. Они многократно переиздавались еще при жизни писателя. Рассказы и сказки для детей в этот период времени были особенно важны для творчества автора, потому что он считал, что человека с детства нужно учить честности и справедливости. К детской литературе Дмитрий Мамин-сибиряк относился очень серьезно. Писатель создал образы птиц и зверей, наделенных человеческими характерами. Будучи маленькими и слабыми, они, вопреки всему, боролись за жизнь. Прообразом больной дочки стала Серая Шейка, героиня одной из самых известных сказок Мамина-сибиряка. У детей пользовались популярностью и другие детские рассказы писателя. Вертил, богач и еремка, имели охотник, зимовьи на студеной. В 1895 году писатель издает роман «Хлеб», а также двухтомный сборник «Уральские рассказы». В последние годы жизни Мамин часто болел. Его последним адресом стала улица Верейская, 3 в Петербурге. Дмитрий Мамин-сибиряк скончался от туберкулеза в Петербурге в 1912 году и был похоронен в Александроневской лавре. В 1956 году вместе с прахом дочери он был перезахоронен на литераторских мазках Болковского кладбища. Продолжение следует...